На третьем почтовом отделении проведут комплексную работу для обеспечения безопасности на дорогах. Глава Люберец встретился с жителями домов 64 и 66, чтобы лично услышать их пожелания. По итогам беседы Владимир Волков дал своим коллегам ряд поручений. Обо всем по порядку в нашем следующем сюжете. Т-образный перекресток на третьем почтовом отделении – зона повышенного риска ДТП. Здесь интенсивное движение как автомобилей, так и пешеходов усугубляет дорожную ситуацию. И вот этот автосервис владелец объекта заградил его забором и тем самым закрыл проходы и лишил жителей парковочных мест. От них пошли угрозы жителям. То есть нельзя парковаться, нельзя сюда подходить, нельзя здесь проходить и так далее. Плюс там хранение шин стало, там хранение различных каких-то строительных материалов. Ну то есть там просто устроили склад непонятный. Опять же обращались с просьбой, пожалуйста, навести порядок. Но, к сожалению, вы видите, владелец данного помещения в грубой форме отвечает всем. Потом отказываются, они прячут эти шины. Наводить порядок владельцу автосервиса уже не надо. В ближайшее время нестационарный объект демонтируют. Причиной тому отсутствие разрешительных документов и многочисленные нарушения. Установлено нарушение всех норм. Норм безопасности, санитарных норм. Отсутствует договор на вывоз мусора, на вывоз шин. Поэтому принято такое решение, что данный объект на территории городского округа Люберцы не может существовать. В настоящий момент идет сбор документов, по результатам которого будут поданы соответствующие документы в суд для его демонтажа в принудительном порядке. Что касается другой проблемы отсутствия пешеходного перехода и тротуаров, то она тоже будет решена в пользу жителей. В ближайшее время дорожники приступят к работе. Нам предстоит расширение тротуара возле магазина «Пятерочки», соответственно радиус поворота, въезд в дворовую территорию также предстоит переделать, нанести пешеходный переход вдоль улицы по проезду и обустроить пешеходный переход напротив магазина «Пятерочки». На весь комплекс работ понадобится около месяца. Уже в июле жители микрорайона смогут передвигаться с комфортом и безопасностью.